Включил. У нас с вами осталось 4 лекции до конца семестра. Сегодняшняя и следующая будут про ансамблирование, про то, как можно решать задачи машинного обучения с помощью сразу большого числа моделей. И сегодня мы поговорим о классических методах ансамблирования, бэггинг и бустинг, которые появились в середине 90-х годов и произвели некий бум в машинном обучении. И вот мы разберемся сегодня, что же там произошло. Итак, давайте начнем с определений. Что такое ансамбль алгоритмов, зачем это нужно? Как обычно, у нас есть обучающая выборка, пара объекта-ответы. И допустим, что мы строим каким-то методом обучения, какой-то алгоритм, ну и видим, что плохо он работает. У нас задача сложная, модель мы не сумели подобрать как следует, качество плохое. Пытаемся решить задачу еще раз, либо другим методом. И каждый раз получаем алгоритмы, качество которых не дотягивает до того, что нам нужно. Возникает вопрос. Можем ли мы из множества плохих алгоритмов построить один хороший? Почему? У нас есть такая гипотеза. Ну, как известно, из теории измерений и чем активно пользуются физики и инженеры, если вы не можете измерить какую-то физическую величину точно, то надо измерить ее много раз и результаты измерений усреднить. Это работает в том случае, когда все измерения независимы. Ну, и мы знаем в этом случае, что отклонение, разброс вот этих измерений, он уменьшается со скоростью корень из числа измерений. Ну, вот можно ли в машинном обучении тоже вот таким вот образом усреднять работу алгоритмов и надеяться на сопоставимое улучшение качества? Итак, давайте рассмотрим вот такую вот конструкцию сначала, как вот такие композиции можно строить. Нам понадобится простой технический прием, который называется декомпозиции, на базовые алгоритмы решающие правила. Вот в классификации можно заметить, что очень многие методы устроены так. Они сначала дают некую оценку степени принадлежности объекта классам, и эта оценка может быть вероятностная, может быть числовая, но это вещественная оценка. А потом эта оценка огрубляется и принимается окончательное решение, что объект принадлежит тому классу, например, для которого оценка вероятности максимальна. Поэтому давайте разобьем базовые алгоритмы на две такие части. Первая часть – это вычисление некой оценки в удобном пространстве оценок, а вторая часть – это решающее правило. И обычно одно довольно простого вида. И вот теперь мы готовы определить, что такое ансамбль. Ансамбль – это некая агрегирующая функция F над результатами нескольких базовых алгоритмов. Вот B1BT – это вот это вот самое вещественно значный классификатор, который действует в пространстве оценок. И в пространстве оценок удобно сделать коррекцию. То есть корректировать удобнее не огрубленный финальный результат, а промежуточный оценочный результат. Вот ровно эта конструкция здесь и приведена. Вот корректирующая операция или агрегирующая функция, или мета-алгоритм называют по-разному. Поэтому оно действует в пространстве оценок. Собственно, решающее правило, оно может быть одно универсальное, одно и для базовых алгоритмов, и для ансамбля может быть одно и то. Давайте на примерах я покажу, как это может быть устроено. Вот четыре примера приведено. Пример один вырожденный. Это в том случае, когда мы все-таки хотим корректировать непосредственно результаты классификации. Тогда мы решающие правила не используем. У нас пространство оценок совпадает с выходным пространством. Ну, в принципе, такую конструкцию себе легко представить, когда у нас каждый алгоритм классификации, принятие решений, их много, и мы делаем что-то вроде голосования над ними. То есть к какому классу большинство из них отнесло объект, к такому классу его относит композиция. Второй пример – классификация на два класса, но есть вещественно-значный классификатор. То есть вот это вот конструкция B от X, которая возвращает числовую оценку степени принадлежности объекта классу. И в таком случае мы с вами уже привыкли использовать функцию знак. Итак, мы смотрим на то, положительное или отрицательное число возвращает B от X, и в зависимости от этого работает правило принятия решения. То есть C от B в данном случае – это просто функция sine, которая число преобразует в плюс или минус единицу. Третий пример показывает, что далеко не все так просто даже в задачах классификации. Если у вас классов не два, а много, M, то опять-таки мы с вами привыкли уже к такой конструкции, мы ее неоднократно видели, это и метрические классификаторы, и будем еще проходить байсовские классификаторы. Вот они будут так устроены. Это argmax, некая оценка степени принадлежности объекта X к классу Y. Для каждого класса Y своя такая оценка степени принадлежности вычисляется, и потом берется максимум. То есть объект относится к тому классу, для которого оценка степени принадлежности максимальна. Как в этом случае выглядит C. А вот C в этом случае – это функция argmax от вот такого векторного аргумента. То есть мы имеем в качестве пространства оценок R не просто действительную ось, а M – мерные векторы числовые. И решающее правило поэтому работает из Rm в R. Ну и, наконец, еще один пример тоже, где решающее правило не нужно – это регрессия. Потому что регрессионные зависимости возвращают результат на действительные оси, и никаких хитростей лишних придумывать не надо с решающими правилами, потому что числовые величины легко агрегируются с помощью каких-то удобных операций. Давайте теперь про агрегирующие операции поговорим, что значит удобные, какими они вообще бывают. Какие общие требования можно предъявить к агрегирующей функции? Ну, первое. Естественное требование. Кажется, что если F как-то исправляет результаты T-базовых алгоритмов, то вряд ли она может возвратить значение ниже минимального и выше максимального. То есть это было бы странно. Ей на входе передали ответы базовых алгоритмов, она должна из них сделать что-то вроде среднего. Вот самое общее определение среднего – это определение среднего ПКШ. Это какая-то функция, которая возвращает значение в диапазоне от минимального до максимального. Второе логичное ограничение наложить на F – это что функция должна быть монотонно возрастающей по всем своим T-аргументам. Ну, хотя бы не убывающей. Почему так? Ну, странно, если, например, вот у вас все базовые алгоритмы неизменны, кроме одного, одного значения увеличивается, а F при этом уменьшится. Вот это было бы странно. То есть F, она в каком-то смысле должна доверять своим базовым алгоритмам. То есть если алгоритм сказал, что на одном объекте оценка выше, чем на другом, а все остальные базовые алгоритмы дали ту же самую оценку, то было бы странно, чтобы F действовала наперекор этому базовому алгоритму и говорил бы, что нет, все как раз наоборот. То есть отсюда естественное требование монотонности. Ну и какие функции удовлетворяют этому набору из двух ограничений? Первое, что приходит в голову, это, конечно, простое голосование или усреднение. То есть, как мы говорили в самом начале, мотивация, как в физических измерениях, мы просто усредняем результаты многих независимых измерений. Взвешенное голосование основано вот на какой идее, что если у нас какие-то базовые алгоритмы работают чуть надежнее, чем другие, то при усреднении логично взять их с чуть большим весом. То есть здесь появляются параметры альфа-т, веса базовых алгоритмов, которые мы получаем возможность обучать. Ну и последнее, в следующий раз будем это рассматривать, смесь алгоритмов. Здесь мотивация такая, что вдруг у нас какие-то базовые алгоритмы хорошо работают только в определенной области пространства X. Где-то хорошо работает один базовый алгоритм, он там более компетентен. А в другой области пространства другой базовый алгоритм лучше работает. Вот как их результаты в таком случае объединить? Вводятся некие весовые коэффициенты, которые являются функциями от X. Их по-английски называют gating function, а по-русски мы более привыкли их называть функциями компетентности. То есть B от X – это некие эксперты, но они не во всех случаях компетентны. А вот где они компетентны, описывает функция G. Ну, давайте еще порассуждаем немножко, все-таки вернемся к вот этой аналогии с физическими измерениями и поймем, чем эта все-таки аналогия нам недостаточна. Потому что физические измерения, они существенно опираются на условия независимости. Вот если наблюдения независимы, то их можно усреднить, и тогда у нас дисперсия будет стремиться к нулю в результате усреднения. А есть ли независимости? Нет. В задачах машинного обучения, если мы хотим строить ансамбль, независимости точно не будет. Почему? Потому что мы строим базовые алгоритмы, которые решают одну и ту же задачу. Они настраиваются на один и тот же целевой вектор. И они строятся часто из одной и той же модели. То есть, как минимум, есть три серьезные причины, почему мы не получим независимости. Но мы в то же время и не получим абсолютную зависимость. Базовые алгоритмы, они не будут абсолютно одинаковыми. Это будет что-то среднее. То есть, нет независимости, но и нет абсолютной одинаковости. И отсюда следует, что вот чтобы у нас дисперсия действительно стремилась к нулю, и чтобы с ростом числа базовых алгоритмов мы наблюдали улучшение качества классификации, мы должны обеспечить разнообразие базовых алгоритмов. То есть, это не есть независимость, но это некое направление в сторону к независимости базовых алгоритмов. И как это разнообразие мы можем повышать? Есть несколько идей, очень простых. Давайте обучаться по различным случайным подвыборкам, или по различным случайным наборам признаков, или использовать разные параметрические модели. Если это ансамбль, то давайте мы в него возьмем решающее дерево, ближайшего соседа, потенциальные функции, нейронную сеть, разные нейронные сети, ну и так далее, и так далее. То есть, вот обеспечим различность за счет того, что модели по-разному работают. Также в моделях могут быть разные рандомизации, случайные начальные приближения. Это все тоже способствует различности. А иногда берут просто и зашумляют данные. То есть, искажают немножко каким-то шумом либо признаки, либо целевой вектор игреков. То есть, вот разными правдами и неправдами добиваются того, чтобы базовые алгоритмы были различными. Самые простые методы, которые действуют вот таким вот образом, это очень известный метод бэггинг. Название такое странное получилось от слияния двух слов – bootstrap-aggregating. Bootstrap – это очень известный в статистике метод организации кросс-валидации. То есть, когда мы из выборки объема L случайным образом, но с возвращениями, выбираем L раз объекты. То есть, каждый объект может быть выбран не разу, а может быть несколько раз. Ну и легко посчитать асимпатическую оценку, что если вы делаете выборку с возвращениями того же объема, что исходные данные, то у вас примерно 63% объектов войдут в эту выборку, а, соответственно, примерно 37% не войдут ни разу, а из тех, которые вошли, какие-то войдут по два раза, по три раза и так далее. Вот можно так делать обучающие выборки из заданной конечной выборки объектов. Они будут разными каждый раз, и по ним можно обучаться и получать разные базовые алгоритмы. Можно делать выборки без возвращений. Это называется пейстинг. И, в общем, это обосновано, когда выборка очень большая и заведомо избыточная. У вас есть миллион объектов. Вы предполагаете, что вы хорошо обучитесь по 10 тысячам. То есть 1% только достаточно взять вопрос, а зачем вам брать целый миллион с помощью бутстрэпа. Выберите случайные 10 тысяч объектов и по ним обучайтесь. В следующий раз будут другие 10 тысяч случайных. Еще можно выбирать признаки случайным образом. Это называется метод случайных подпространств. Random Sun Space Method. Можно выбирать случайное подмножество объектов и случайное подмножество признаков. То есть вы, получается, из матрицы объекта признаки просто случайную подматрицу выбрали, такую заплатку сделали, и это называется метод заплаток. Random Patches. Случайные заплатки. Можно делать так же, как в кросс-валидации. Мы пока блоком разбиваем выборку случайным образом на К частей, на 10 частей, допустим. Потом берем каждую из них, отставляем в сторону, а на оставшихся девяти обучаемся. Вот еще один способ получить разные базовые алгоритмы. Ну, в общем, короче, таких вот евристик мы придумали довольно много, но самое известное из них, это первое, это Бэггинг. Ну, давайте сейчас на следующем слайде я покажу псевдокод, который вообще обобщает все эти подходы к статистическому ансамблированию. Вот пусть у нас есть некий метод обучения, который может принять на входе подмножество признаков G и подмножество объектов U. То есть это просто любой стандартный метод обучения, который работает на матрице объекта признаки. Если он на любой матрице умеет работать, то на любой подматрице тоже, в общем, никаких проблем. И вот получается такой алгоритм, которому на входе надо задать параметры, во-первых, сколько мы хотим базовых алгоритмов построить. Во-вторых, каков будет объем обучающих подвыборок и как мы их будем сэмплировать, механизм сэмплирования тоже надо задать. Какова будет размерность отбираемых признаковых подпространств. Ну, еще можно задать пороги по качеству. То есть мы можем договориться, что мы базовый алгоритм берем в ансамбль не любой, а только в том случае, если он получился достаточно хорошим. То есть, во-первых, у него должна быть, он должен обеспечивать некое качество на обучающей выборке. Вот УТ, нам дальше понадобится это обозначение. УТ у нас будет обозначать обучающую подвыборку. Ну, и если у нас УТ не совпадает со всей подвыборкой, а это произойдет только если у нас чистый метод случайных подпространств. То есть если мы все-таки образуем обучающие подвыборки, то у нас остается некоторое количество объектов вне обучающей подвыборки. Вот это вот оставшиеся, они как тестовые эти объекты. И поэтому на этих тестовых объектах можно наш базовый алгоритм опять-таки проверить и посмотреть, а есть ли у него обобщающая способность. И наложить порог Эпсилон-2, который ограничивает снизу. То есть, да, слишком плохие алгоритмы мы не будем включать в ансамбль. Ну, и дальше все. Все, мы построили вот эти вот базовые алгоритмы B1, Bt на выходе. И дальше нам остается просто сделать простое голосование над этими полученными базовыми алгоритмами. То есть это очень простая штука. Это невзвешенное голосование и никаких коэффициентов при базовых алгоритмах настраивать не нужно. Есть одна очень хорошая особенность у этого алгоритма. Вот как раз за счет того, что мы обучаемся на части объектов, на множестве УТ, мы всегда можем образовать контрольную или тестовую подвыборку для любого базового алгоритма. И можем посчитать вот такие вот оценки на любом объекте. Можно выбрать то подмножество базовых алгоритмов, которые на нем не обучались. То есть этот объект для этих алгоритмов является тестовым. И посчитать вот такую оценку, которая называется Out of Bag. Это несмещенная получается оценка. Она оценивает обобщающую способность ансамбля на объекте. Но заметьте, вот для каждого объекта ИКСИТа свое подмножество базовых алгоритмов, которые на нем не обучались, для которых этот объект был в тестовой выборке. То есть вот это вот множество ТИТа, оно переменное. Для каждого объекта свое. А теперь можно посчитать несмещенную оценку всего ансамбля на обучающей выборке. За счет того, что Out of Bag по своему подмножеству базовых алгоритмов рассчитывается для каждого объекта, это получается несмещенная оценка по всей выборке, усредненная по всем объектам. Вот такой вот замечательный способ получается за счет того, что мы каждый базовый алгоритм обучаем только по части объектов. И есть еще один тонкий прием, который позволяет вот в этих методах стахастического ансамблирования оценивать важность признаков. И он активно очень используется в бэггинге для того, чтобы понять, какие признаки нам более нужны, какие менее нужны. Прием основан на часто используемом в статистике методе – это permutation test, перестановочный тест. Смотрите, что мы делаем. Когда мы вычисляем базовый алгоритм t на объекте x и t, мы возьмем и перепутаем случайным образом на всех объектах, не принадлежащих у t, то есть на всех объектах, на которых bt не обучался. Мы берем и перепутываем случайным образом значение джитого признака. То есть вот у нас есть полная выборка, она разделена на две части – u t и то, что вне u t. Вот то, что вне u t, вот на этих объектах мы случайным образом переставим на этих объектах значение джитого признака. То есть, естественно, мы испортили обучающую выборку. Мы испортили ее так, что джитый признак перестал работать. То есть он дает шум теперь. И вот такая оценка, где джитый признак дает шум, out of back при случайном перепутывании значений джитого признака вне материала обучения. Вот такая вот out of back называется out of back джитая. То есть она зависит от признака, и по каждому признаку она своя. Естественно, предполагать, что она будет слегка хуже, чем out of back, построенная по незашумленным данным. А вот насколько она будет хуже, эта величина как раз и показывает, насколько важен признак джи. То есть если мы отказываемся от использования признака джи и при этом получаем сильное ухудшение оценки out of back, то это означает, что признак джи был важным. И значит вот его импортанс мы можем определить как вот такую вот разность, разность относительную, чтобы удобно было измерять в процентах. Вот давайте я здесь приостановлюсь. И может быть у вас есть вопросы, пожалуйста, задайте. Если вопросов нет, то мы пойдем дальше. Пока вроде все должно быть несложно. Я вижу чат, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите мне в чат. Итак, поехали дальше. Есть несколько приемов, которые позволяют обогатить агрегирующую функцию и из простого голосования сделать взвешенное голосование. И тут очень важная концепция начинает играть, что давайте переосмыслим немножечко, что же такое базовые алгоритмы. Это некие функции над объектами. С другой стороны, признаки – это тоже функции над объектами. И вот это очень важный инсайт, он очень простой, но он дает свободу мышления для того, чтобы выдумывать новые конструкции. Оказывается, что базовые алгоритмы можно трактовать просто как новые признаки объекта. И если мы их построили Т-штук, то давайте теперь над ними построим новый классификатор. Давайте возьмем линейный классификатор. И вот это вот как раз возможный способ обогащения корректирующей операции и перехода от простого голосования к взвешенному голосованию, где уже под каждый базовый алгоритм будет определяться свой весовой коэффициент. Ну, понятно, что надо наложить ограничения, чтобы агрегирующая функция была монотонной. Надо потребовать, чтобы коэффициенты были неотрицательные, можно потребовать, чтобы это была выпуклая линейная комбинация, то есть чтобы сумма этих коэффициентов все равнялась единице или, по крайней мере, какое-то ограничение на нее наложить. И так действительно делают. Но вот в частном случае, если я еще не рассказывал, что такое наивный базовский классификатор, нас это ждет впереди, но пусть это будет спойлер. То есть если предположить, что все базовые алгоритмы как признаки являются независимыми случайными величинами, то мы очень легко можем получить вот такое вот решение, чисто аналитическое, что коэффициент альфа-т оптимальный – это есть логарифм, где фактически в числителе стоит вероятность правильного ответа для базового алгоритма, а в знаменателе стоит вероятность неправильного ответа. То есть это вот еще в статистике называют отношение шансов. И понятно, что достаточно разумный принцип. То есть чем больше у алгоритма вероятность правильного ответа, тем больше у него должен быть вес. А вот эту вероятность, ее можно в частности посчитать с помощью out-of-back. Теперь давайте рассмотрим еще один частный случай бэггинга, который оказался очень продуктивным, очень успешным. И это один из немногих универсальных методов машинного обучения, который можно применять для решения очень широкого класса задач. Он называется Random Forest или случайный лес, потому что он будет образован из решающих деревьев, которые в духе бэггинга обучаются на случайных наборах данных. Итак, первое. Это просто бэггинг. Тот самый, о котором мы уже поговорили. В качестве семейства базовых алгоритмов берутся решающие деревья. Причем решающие деревья намеренно строятся быстро и просто. Чтобы они строились быстро и просто, мы, когда выбираем критерии ветвления в каждой вершине дерева, мы делаем что-то вроде Random Subspace. Мы перебираем не по всем признакам, а мы берем только k случайных признаков из n. В каждой вершине дерева, когда мы пытаемся подобрать под вершину оптимальный признак, разделяющий выборку на подвыборке, мы делаем перебор не по всем признакам, а по случайному подножеству признаков. И в каждой вершине это подножество свое. Вот такой вот оригинальный способ сократить перебор. Есть некие рекомендации по умолчанию, что для решения задач регрессии надо брать треть признаков, а для решения задач классификации корень из n признаков. Но на самом деле этот параметр k при реализации всегда является параметром, который вы можете поменять и установить самостоятельно. Что в этом методе можно обучать, что можно настраивать? Во-первых, число деревьев можно определять. Во-вторых, число k, вот это вот сколько признаков мы случайным образом перебираем, чтобы выбрать лучший в каждой вершине дерева. Можно наложить ограничения на максимальную глубину дерева, на минимальное число объектов в расщепляемой подвыборке, на минимальное число объектов в листьях деревьев. Это все нужно для того, чтобы деревья получились не слишком сложные и не слишком переобученные. Фактически это такой препрунинг, то есть усечение не после того, как сложное дерево построено, как вот прунинг я рассказывал в логических алгоритмах классификации. Это такая сложная процедура, трудоемкая, дорогостоящая. Вот здесь прунинг не делается вообще, в смысле постпрунинга. Но вот эти вот приемы ограничения сложности дерева, они фактически выполняют роль препрунинга. То есть деревья получаются упрощенные, не очень хорошие, но существенно различные за счет того, что они строятся и по различным обучающим подвыборкам, и по различным выборкам признаков. Ну вот примерчик картинки, взятые с очень полезного сайта Александра Дьяконова по машинному обучению. Там очень много полезных статей. Вот мне настолько понравились картинки эти, что я их себе заимствовал. Это пример разделения выборки с помощью отдельных деревьев. Вот здесь вот показано, как отработали на данной выборке три разных дерева в осях двух признаков. А в нижнем ряду графиков показаны результат работы случайных лесов по мере того, как увеличивается количество деревьев. Ну, это видно, что уже десяти деревьев более-менее хватило для того, чтобы сделать вот такую вот сложную разделяющую поверхность. Но по мере того, как мы увеличиваем количество деревьев, вид этой поверхности, он может как-то сглаживаться, как-то модифицироваться, но он уже качественно не меняется. То есть нам, в принципе, в этой простенькой задачке десяти деревьев хватило. Ну, давайте немножечко еще порассуждаем, в чем же плюсы и минусы стахастического ансамблирования. Во-первых, это так называемый метод обертка. То есть у вас есть какой-то стандартный метод обучения, который вы используете для базовых алгоритмов. Вы ему на входе просто подаете под множество объектов, под множество признаков. В нем внутри ничего менять не надо. То есть у вас есть готовый черный ящик, вы его просто тысячу раз используете. Очень легко этот прием приспособить и для регрессии. То есть мы говорим как бы по умолчанию про классификаторы, но на самом деле к любой задаче машинного обучения, где есть матрица объекта признаки и какая-то функция потери, какой-то метод обучения, бэггинг можно применить. Очень просто распараллеливается, потому что базовые алгоритмы строятся независимо друг от друга. Отлично, что они строятся по подмножествам объектов, поэтому возникает возможность посчитать out of back, иметь несмещенные оценки обобщающей способности базовых алгоритмов, оценивать информативность признаков. Это очень здорово. Но в чем ограничение? Во-первых, хорошее качество достигается только путем построения очень большого числа базовых алгоритмов. То есть каждый следующий базовый алгоритм не пытается исправлять ошибки предыдущих, а он просто независимо строится немножечко по другим данным. Если у вас методы сверхустойчивые, например, метод опорных векторов, если вы у него меняете обучающую выборку, то набор опорных объектов может вообще даже не измениться. И вы построите точно такой же алгоритм, то есть у вас не получится обеспечивать различность. То есть для таких вот сверхустойчивых базовых алгоритмов нужны дополнительные ухищрения, как их сделать достаточно различными в данной конкретной задаче. То есть приходится немножко заморачиваться. Давайте я здесь приостановлюсь, потому что дальше я хочу рассказывать про взвешенное голосование и другой метод, который называется бустингом. Если что-то здесь было непонятно про бэггинг, но про случайные леса, то, пожалуйста, спросите меня. Если все было понятно, то пойдем дальше. Бустинг – это тоже очень известный метод и тоже он был придуман практически одновременно с бэггингом. Это 1995-1996 год. Как-то так созрело научное сообщество к тому времени для того, чтобы начать строить композиции. Хотя этим занимались и задолго до этого. Метод комитетов, который по существу тоже простое голосование, появился где-то там в начале 70-х годов. В Советском Союзе этими методами очень много занималась школа-академика Юрия Ивановича Журавлева. К этой научной школе я принадлежу и вся наша кафедра. И Константин Владимирович Рудаков – его непосредственный ученик. Здесь это называлось алгебраическим подходом к распознаванию образов. Так вот исторически сложилось. В 70-е годы термин «машинное обучение» был еще не настолько популярен. Чаще говорили про распознавание образов. Алгебраичность – это из-за того, что вот эта агрегирующая или корректирующая функция, она фактически может рассматриваться как алгебра над алгоритмами. И можно алгебраическими методами изучать вопросы полноты, фактически строить базис в некотором пространстве. Все это очень интересная теория и интересная техника тоже достаточно общая. Так что ничто не ново под луной, но вот так произошло, что много позже придуманные бустинг и бэггинг, они стали в мире намного популярнее, чем то, что придумывалось в 70-е годы. Итак, давайте рассмотрим теперь снова задачу классификации. Для конкретности возьмем классификацию на два класса и договоримся, вот пока, потом снимем это ограничение. На следующей лекции будем рассматривать градиентный бустинг, более общую конструкцию. Там вот не будет ограничения, что базовые алгоритмы возвращают три значения – плюс, минус один или ноль. Что это означает? Вот что такое ноль? Ноль – это фактически базовый алгоритм, отказывается от классификации. То есть он чувствует себя неуверенно на данном объекте и предпочитает вернуть ноль, а ноль при усреднении не дает вклада в линейную комбинацию. И решающее правило – знак. Смешенное голосование. Вот мы уже писали эту формулу. Нам нужно определить t базовых алгоритмов обучить и для каждого коэффициент альфа t. Как, естественно, это делать? Выписать функционал качества нашей композиции как просто число ошибок на объектах, обучающие выборки. И тут я сразу записываю конструкцию, которая вам уже должна быть хорошо знакома. Это маржем или отступ объекта x и т для всей композиции. То есть мы берем то, что находится под функцией sine, умножаем на y и t. Если оно получилось одинаковое у знака, то ошибки нет. Если знак разный, то ошибка есть. Поэтому условие маржем меньше нулю эквивалентен условию того, что на этом объекте ошибка. И дальше мы договариваемся с вами вот о двух таких интересных эвристиках. Собственно, на чем основан бустинг. Бустинг, в отличие от бэггинга, строит алгоритмы последовательно друг за другом. И каждый следующий алгоритм строится так, чтобы он компенсировал ошибки предыдущих. Поэтому мы фиксируем все предыдущие базовые алгоритмы, не меняем у них уже ранее полученных весовых коэффициентов и добавляем новые базовые алгоритмы и определяем коэффициент при нем. Вот в этом будет состоять каждый шаг бустинга. То есть на каждом шаге бустинга мы композицию наращиваем еще одним базовым алгоритмом. Ну и вторая эвристика, вам уже знакомая. Это мы будем использовать гладкие аппроксимации пороговой функции потерь. Собственно, гладких аппроксимаций можно напридумывать много разных. И каждая из них в свое время была научной статьей новой революции в бустинге, где еще одна функция потерь позволяла бустингу приобрести еще какие-то полезные свойства. Ну, исторически первым был алгоритм Ада-Буст, и мы его сегодня подробно разберем. Он на сегодняшний момент считается устаревшим и используется очень редко, но очень красивая теория, очень поучительный метод, который можно использовать в разных других контекстах в машинном обучении. Поэтому я его рассказываю. Вот это экспоненциальная аппроксимация пороговой функции потерь. Вот она желтенькая здесь экспонента. Экспонента не очень удачная функция. Мы разберем, почему она неудачная. И очень много было попыток сделать функцию, которая не столь быстро растет в отрицательной области. Всякие разные, вплоть до Гауссовской. Есть такой метод Браун-Буст, где вот такая вот интересная функция потерь. То есть все они штрафуют за приближение к границе классов, но вот как штрафовать объекты, которые попадают внутрь чужого класса, вот здесь подходы различаются. И у одних там функций есть горизонтальная асимптота, чтобы большие выбросы не сильно штрафовать, а вообще их игнорировать. А вот Браун-Буст как раз и игнорирует большие выбросы совсем. Ну, давайте с Ада-Бустом разбираться, поскольку это такой классический подход, адаптивный бустинг, алгоритм Ада-Буст очень известный. Итак, что мы делаем? Давайте воспользуемся экспоненциальной аппроксимацией пороговой функции потерь. Вот когда мы распишем, заменим пороговую функцию экспонентой, мы получим вот такую вот забавную конструкцию. Здесь будет экспонента от суммы. И поскольку экспонента от суммы – это и есть произведение экспонент, мы с этой суммы сделаем такую штуку. Мы отделим t-1 слагаемое. Это все предыдущие базовые алгоритмы. Мы же договорились, они у нас уже построены. Мы их уже имеем. bt мы знаем, αt мы знаем. Поэтому вот эту вот сумму мы просто можем на любом объекте посчитать. Это просто число. Вот под этой экспонентой остается только последняя слагаемая, где алгоритм bt нам нужно обучать. И коэффициент αt нам тоже надо обучать. Вот, собственно, мы отделили те вещи, которые нам сейчас надо оптимизировать, от тех вещей, которые мы уже построили на предыдущих шагах. И поскольку E в степени, вот это вот, да, что это такое? Это отступ всей предыдущей композиции. Ага. И к тому же он у нас уже посчитан. Это известное число. Значит, вот это вот экспонент в степени минус отступ. Это есть некое число, которое… А вот эта вот штука – это просто функция потерь для того базового алгоритма bt, который мы сейчас собираемся строить. А w и t в таком случае играет роль веса объекта. Давайте поймем, у каких объектов будут большие веса, а у каких маленькие. Поскольку здесь E от минус отступа, то получается, что если объект x-ы был трудным для всей предыдущей композиции, то есть у него большой отрицательный отступ, то экспонента будет большая, вес объекта будет большой. И отсюда мы уже сразу, вот просто еще ничего не делая, понимаем, как будет такой основной принцип. Он пытается каждый следующий базовый алгоритм приоритетно настроить на тех объектах, которые были трудными для всей предыдущей композиции. У этих объектов будут большие веса, и он на них в основном будет настраиваться. Вот этот вот принцип, его важно понять. Теперь технический момент. Мы еще эти веса будем нормировать. То есть нам удобно, чтобы сумма всех весов по объектам, обучающие выборки, была равна единице. Но это легко сделать, и нормированные веса мы будем обозначать W и T с волной. Теперь давайте договоримся о двух полезных определениях. Допустим, у нас есть некий нормированный вектор весов. Ну, конечно, это будет W с волной, но пока для общности давайте обозначим его через U. И мы посчитаем взвешенное число ошибочных и правильных классификаций. Вспоминайте, логический алгоритм классификации очень похож. То есть, собственно, наши базовые алгоритмы, поскольку они отказываются от классификации, они имеют некие черты логических закономерностей. И у них будут две характеристики – позитив и негатив. То есть, негатив – это взвешенная сумма ошибок B от X и T равняется минус Y. Это условие того, что базовый алгоритм, вот тот самый B, который B, T, мы собираемся строить, он ошибается на итем-объекте. Вот это условие ошибки. И мы каждый объект берем со своим весом. Сумма всех весов равна единице, это важно. Поэтому n – это число от нуля до единицы. То есть, это взвешенное число ошибочных классификаций от нуля до единицы. И точно так же аналогично определяется взвешенное число правильных классификаций. Вот если бы у нас не было отказов от классификации, то n плюс p было бы равно единице. Но в общем случае у нас еще есть отказы. Поэтому единица минус n минус p – это взвешенное число объектов, на которых происходит отказ от классификации. Вот так вот мы договоримся обозначать наши ошибки, взвешенные по нормированному вектору весов объектов. Окей. Так, мы теперь морально готовы для того, чтобы вывести алгоритм Adaboost. Но это не очень сейчас просто. Нам понадобятся два слайда доказательства. Но вот основная теорема бустинга. 1996 год. Кстати, была предыдущая работа тех же авторов, Фронт и Шапир, 1995 год, где они рассмотрели базовые алгоритмы без отказов. Мы потом это выведем просто как частный случай. Более общая конструкция, она дана вот в этой теории. Пусть для любого нормированного вектора весов существует в семействе базовых алгоритмов такой экземпляр, который классифицирует выборку хотя бы немного лучше, чем наугад. В смысле того, что p больше, чем n. То есть это некое условие того, что семейство базовых алгоритмов достаточно богатое. То есть как бы мы не перевзвесили объекты, в нем всегда найдется такой алгоритм, который будет работать чуточку лучше, чем с 50% качества. То есть всегда можно обеспечить p больше, чем n. Это такое требование к тому, чтобы базовое семейство алгоритмов не было вырожденным, чтобы оно как параметрическое семейство было достаточно богатым для подбора под любую выборку. И вот тогда готовый рецепт, как строить каждый базовый алгоритм. Первое. Базовый алгоритм должен максимизировать критерии качества корень из p минус корень из n. Помните, когда я рассказывал про критерии информативности логических закономерностей, я там сказал, что бывают всякие плохие критерии. А бывают хорошие критерии, типа критерии джиния или информационный выигрыш. Ну и в том числе упомянул и вот этот корень из p минус корень из n. То есть вот сейчас как раз мы докажем теорему, которая показывает, почему это действительно неплохой критерий для поиска закономерностей и для построения базовых алгоритмов с отказами. Ну и альфа-т просто надо вычислять по формуле. То есть это то самое отношение шансов, логарифм отношения шансов. Чем выше оценка p и чем меньше оценка m, тем с большим весом мы берем этот алгоритм. Ну вот почему получился логарифм отношения? Ну вот сейчас мы это выясним. Интересная формула, простая очень, по ней легко считать. И почему AdaBoost оказался сразу таким популярным? Потому что это тоже алгоритм обертка, вот как бэггинг. Он работает с черным ящиком, которому на вход подается подможество объектов, подможество признаков. Здесь чуть посложнее. Здесь мы поменяли критерии. Мы вообще обычно пользуемся критерией минимизация n. Но вот этот критерий, он чуть-чуть другой. К тому же он должен работать со взвешенными обучающими выборками. Вот это действительно важный момент, что сюда на вход критерия подаются веса объектов. И вот это вот важное действительно требование. То есть базовые алгоритмы должны уметь обучаться по взвешенным обучающим выборкам. То есть заданный вектор весов объектов передается на входе. Но давайте теперь разбираться. Доказательства на самом деле несложные. В два шага. Сначала мы выведем формулу для альфа-т, потом мы выведем формулу для критерия обучения БТ базовых алгоритмов. Воспользуемся вот таким вот тождеством. Допустим, Б – это величина плюс-минус единица, альфа – произвольное вещественное число. Тогда Е в степени минус альфа-Б можно разложить вот таким вот способом. Доказывается очевидно, просто надо Б подставить каждый раз одно из трех этих значений и увидеть, что эти три случая выполнены. Дальше чуточку сократим себе обозначение. Уберем индекс Т большой, поскольку мы уже знаем, что все предыдущие базовые алгоритмы у нас построены. Мы строим последний. Давайте для краткости альфа обозначать его весовой коэффициент, а Б – это значение базового алгоритма, который мы строим на объекте X. И давайте немножко поиграемся с функционалом, который мы хотим оптимизировать. Наш функционал, давайте еще раз я его покажу, вот он. Это экспоненциальная аппроксимация функции потерь. Она позволила, давайте я еще на слайд пойду назад. Видите, мы ввели здесь Qt. Обращаю ваше внимание, Qt – это просто число ошибок композиции на объектах обучающей выборки. Когда мы применили экспоненциальную функцию потерь, она доминирует сверху пороговую функцию потерь. Поэтому мы можем записать, что вот наш новый функционал, пуст волной Т, он является оценкой сверху для Qt, то есть для числа ошибок композиции на объектах обучающей выборки. Нам это потом факт пригодится. Но сейчас мы будем работать с Qt. Мы выделили вот эти вот весовые коэффициенты Wt. Мы их можем отнормировать, то есть написать вместо Wt с волной, вместо Wt написать Wt с волной. Но тогда нам придется умножить еще весь этот функционал вот на эту сумму. Ну, собственно, вот мы это здесь и сделали. Вот она, эта сумма. Причем смысл этой суммы очень понятный. Это Q с волной Т-1, поскольку у нас каждый базовый алгоритм, он, вот это еще раз, вот здесь видно, да, добавление каждого следующего базового алгоритма вводит еще один сомножитель сюда, вот в это выражение. И так вот происходит пересчет весов Wt с домножением на вот эту самую экспоненту. Так что вот здесь вот стоит Q с волной для предыдущей композиции. Ну, дальше уже совсем все просто. Мы должны взять вот это вот представление, подставить в формулу вот эту вот самую, написать, да, написать, что такое сумма по всем объектам выборки. И каждый объект, в зависимости от того, на нем базовый алгоритм дает минус 1, 0 или плюс 1, вот он оказывается в своем слагаемом. И мы сразу замечаем, что вот это вот слагаемое, это не что иное, как P, которое мы определили выше. Вот это слагаемое, не что иное, как N, которое мы определили выше. А вот это то, что осталось, отказы от классификации, они дают нам единицу минус P минус N. И вот в этих терминах P и N снова мы перепишем значение Q с волной от T. Получили вот такое вот выражение, и мы понимаем, что мы должны решать задачу минимизации по альфа и по B. И давайте сначала решим задачу минимизации по альфа, и сделать это можно аналитически. Поскольку в этом выражении альфа вот в таком вот виде присутствует только под экспонентами, то можно получить аналитическую формулу для альфа. Мы продифференцируем функционал по альфа, приравняем нулю производную, у нас Q с волной уйдет тут же, и окажется, что E в степени 2 альфа – это P поделить на N. И отсюда следует, что альфа – это 1 вторая логарифма P на N. То есть половину теоремы мы доказали тем самым. То есть мы нашли аналитическую формулу для вычисления весового коэффициента перед базовым алгоритмом BT. Прекрасно. Теперь давайте сделаем простую вещь. Полученную формулу подставим обратно вот сюда в функционал, и в нем избавимся от альфа. Делаем. Подставляем оптимальное значение. E в степени альфа – это что такое? Это корень из P делить на N. А E в степени минус альфа – это корень из N делить на P. Подставляем. Подставляем. Вот здесь получается одинаковое слагаемое, то есть два корня из P. И с удивлением обнаруживаем формулу квадрата разности в этом месте. То есть у нас получается вот такая штуковина – единица минус квадрат разности корень из P минус корень из N. И вот эту штуковину нам надо минимизировать по B. От B здесь зависит P и N. То есть мы получили критерий для оптимизации B. И критерий – это корень из P минус корень из N. Но здесь немножко потребуется нам порассуждать, потому что на самом деле корень из P минус корень из N под квадратом находится. И в принципе мы могли бы… Нам важно, чтобы P и N как можно сильнее отличались друг от друга. То есть здесь пока не записано, что P обязан быть больше, чем N. Но мы договорились, что в базовом семействе алгоритмов всегда можно найти такой алгоритм, который дает нам P больше, чем N. То есть алгоритм, который работает чуть лучше, чем случайное гадание. И именно таким алгоритмом мы всегда можем воспользоваться. То есть нам-то, конечно, важно, чтобы число ошибок было меньше, чем число правильных ответов. То есть нам важно действительно максимизировать разницу именно корень из P минус корень из N, а не корень из N минус корень из P. Собственно, все, теорема доказана. Заодно получили такой интересный критерий качества для алгоритмов классификации, которые умеют отказываться от классификации. То есть там не просто argmin N, а там argmax корень из P минус корень из N. Вот корни квадратные появились благодаря тому, что мы воспользовались экспоненциальной аппроксимацией пороговой функции потерь. Если бы использовали другую аппроксимацию, то появилась бы либо какая-то другая формула, либо вообще не получилось бы аналитического решения. Ну вот, кстати, да, тот исходный классический частный случай, когда годом раньше Фройн и Шапир ставили задачу для АДАБУСТ, собственно, классический АДАБУСТ, он появился в 1995 году, но там они не рассматривали базовые алгоритмы с отказами, а в статье через год спустя они показали, что если базовые алгоритмы наделить возможностью отказываться от классификации, то качество композиции возрастает. То есть это очень хорошо, когда базовый алгоритм может почувствовать свою неуверенность на каком-то объекте и отказаться. И, собственно, теорема формулируется аналогичным образом, в ней только упрощается критерий оптимизации базовых алгоритмов. И мы видим, что вот в чистом виде минимизация N это не что иное, как минимизация эмпирического риска. То есть уходит вот этот самый корень из P минус корень из N, потому что максимизация этой величины, она становится эквивалентной минимизации N. То есть у вас N плюс P равно единице в этом случае. Поэтому можно упростить вид критерия. И просто это обычный эмпирический риск, но только объекты с весами. Объекты с весами. Давайте еще немножечко теории. На самом деле очень легко доказать сходимость этого процесса на обучающей выборке. Если на каждом шаге семейство B обеспечивает чуточку более строгое требование, что корень из P минус корень из N больше некой положительной константы гамма. Вот если так, то мы можем в значениях функционала увидеть геометрическую прогрессию. То есть мы можем написать, что на каждом шаге Q с волной уменьшается по геометрической прогрессии. Но теперь давайте вспомним, что Q с волной, он оценивает сверху, что Q без волны. А Q без волны – это что? А это число ошибок на обучающей выборке. А число ошибок на обучающей выборке – это величина целочисленная. А если геометрическая прогрессия стремится к нулю, то рано или поздно она станет меньше единицы. То есть тем самым вы гарантируете безошибочное распознавание объектов обучающей выборке. То есть вот такое интересное следствие. То есть даже можно вычислить вот из этого условия на сколько базовых алгоритмов вам потребуется, чтобы при заданной гамма гарантировать, что на обучающей выборке не будет ошибок. Ну, казалось бы, это вообще-то переобучение. Гарантированное переобучение. Но на самом деле ничего плохого в этом нет. Ну вот давайте посмотрим на псевдокод, алгоритм Адабуста в исходном классическом варианте. Очень простой алгоритм. И, видимо, благодаря своей простоте он сразу всем понравился, потому что вы можете с ним поэкспериментировать. Код пишется там за один вечер и делается эксперимент очень быстро. Здесь главное, что вы должны уметь строить базовые алгоритмы с помощью какого-то готового метода обучения. Вот единственное, он должен воспринимать обучающую выборку с весами. Ну, для алгоритмов классификации, для практически всех введения весов объектов не есть какая-то сложность. И, как правило, это известное обобщение. И для него уже есть готовые реализации давным-давно. Ну, значит, как работает этот алгоритм? Ой, пардон. Так, пардон, пардон. Значит, мы на входе задаем, сколько базовых алгоритмов мы хотим получить. На выходе мы их получаем вместе с коэффициентами. Для начала распределение весов объектов на обучающей выборке равномерно. Мы обучаем базовый алгоритм минимизации эмпирического риска, определяем коэффициент альфа по формуле и обновляем веса объектов. Вот тут вот работает то правило, о котором я говорил, которое, очевидно, следует, вот давайте еще раз, вот отсюда. Когда мы выписали экспоненту от суммы, сумму сразу разложили на сумму того, что мы уже построили, и сумму того, что мы собираемся строить. И вот это вот экспонента, это же домножение весовых коэффициентов объектов при переходе к построению следующего базового алгоритма. То есть мы, когда построили базовый алгоритм БТ и определили весовой коэффициент, вот эти вот экспоненты, они как раз и становятся со множителями весовых коэффициентов для построения следующего базового алгоритма. И смотрите, как действительно хорошо получается. Что это такое? Это не что иное, как отступ базового алгоритма, домноженный на альфа, ну, неважно, альфа – положительное число, но это отступ. То есть если базовый алгоритм БТ, который мы только что построили, на данном объекте сильно ошибается, то вес этого объекта увеличивается для того, чтобы следующие базовые алгоритмы смогли исправить эту ошибку. То есть очень такой понятный принцип. Каждый следующий базовый алгоритм исправляет ошибки всех предыдущих. Ну и технический момент. Веса нормируются для того, чтобы весовой вектор W всегда был нормирован. Он поддерживается в нормированном состоянии. То есть здесь мы все веса домножили на какие-то экспоненты, веса изменились, а здесь мы снова этот вектор вернули в нормированное состояние, чтобы на нем обучался базовый алгоритм и, главное, правильно вычислялись коэффициенты альфа-т. Вот и все. Вот и весь алгоритм. Очень простой. И поэтому мгновенно ставший популярным в середине 90-х годов. Еще немножко поговорим об эвристиках и рекомендациях. Как правило, в качестве базовых классификаторов берут решающие деревья, то есть бустинг над решающими деревьями, как и бэггинг, в общем-то. Это самый популярный ансамбль. Дальше. Оказывается, что вместо решающих деревьев можно использовать до предела упрощенные решающие правила. Даже такие простые, как однопризнаковые решающие правила, которые называются решающими пнями. Почему? Потому что это решающее дерево, у которого остался один корень. То есть его спилили полностью, это пень. И вот такими базовыми алгоритмами, несмотря на их совершающую, казалось бы, тривиальность, тоже можно пользоваться. И бустинг над ними строит очень неплохие классификаторы. Почему? Вспоминаем интерпретацию базовых алгоритмов. Мы же можем считать их признаками. А здесь фактически речь идет о бинаризации исходных признаков. То есть мы исходные признаки FG сравниваем с какими-то порогами, пороги настраиваем, а потом строим над ними линейный классификатор, по сути. То есть просто правила оптимизации коэффициентов в этом классификаторе, они бустинговые, они особенные, последовательные друг за другом. Хотя, кстати, есть и такой прием, построить бустинг, потом забыть про весовые коэффициенты альфа и переопределить их заново с помощью, например, SVM или логистической регрессии. Ну, в общем, особо никаких преимуществ не дает, как правило. Что еще хочется сказать про Adaboost? То, что он очень легко обнаруживает шумовые выбросы, то есть объекты, на которых нам никак не удается получить хорошее качество классификации, будут характеризоваться тем, что у них по экспоненте начнут расти веса. То есть, с одной стороны, это плохо, потому что мы начнем базовые алгоритмы очень сильно обучать на этих шумах. То есть мы, с одной стороны, пытаемся исправить ошибку на этих шумах, а с другой стороны, если это совсем-совсем шум, то вообще непонятно, зачем мы на него настраиваемся. И эти соображения теперь нам полностью объясняют, я откатываюсь еще раз сильно назад, на вот эту вот картиночку. Помните? Brown Boost, да? То есть очень хороший, робастный вариант бустинга, там, где используется не монотонная функция потерь. Вот она штрафует за приближение границы, она штрафует объекты за то, что на них ошибка, а если ошибка слишком большая, то она перестает штрафовать, просто потому что это объект выброс, и его надо игнорировать. Вот это на самом деле можно сделать с помощью замены функции потерь, а можно сделать проще. Можно просто в обычном MADO Boost, если мы видим, что там после десятка другого итераций сильно вырос вес объекта, давайте мы его выкинем вообще из обучающей выборки. И это тоже позволяет делать вот такой вот робастный ансамбль, который они лучше будут обучаться, потому что они не будут каждый следующий базовый алгоритм пытаться обучить на вот этих вот бессмысленных выбросах. Ну и еще один технический момент. Теоретически знаменатель может стать равным нулю в формуле для коэффициента альфа. Вот чтобы этого не происходило, сюда добавляют какой-то маленький добавочек. Ну и да, иногда бустинг останавливают заранее, не строят заданное количество базовых алгоритмов, а проверяют, например, считают качество на отложенной выборке, если вдруг обнаружится переобучение, то композиция останавливается. Ну вот здесь вот картиночка, такая тоже довольно известная. Сравнение всяких разных классификаторов, вот в том числе, заметьте, здесь есть Random Forest и Ada Boost, и решающие деревья заодно, над которыми, собственно, эти композиции строятся. И три модельных выборки, вот они трудные для линейных классификаторов. Вот здесь вот два полумесяца таких, вот здесь вот одна выборка внутри другой выборки. Ну вот здесь вот более-менее там какая-то разделимость есть. Ну, конечно, самые симпатичные – это RBF-SVM на взгляд. Это же модельные задачки, двумерные, поэтому тут судить нельзя, но вроде бы чисто эстетически нам больше всего нравится, как RBF-SVM работает. Но самые крутые результаты на очень сложных задачах дают Random Forest и Ada Boost. Вот если посмотреть на вид, как у них устроены разделяющие поверхности, ну, кажется, что, ну, не очень как-то, да, вот эстетически нам это не нравится. Но, тем не менее, Random Forest и Ada Boost, вообще бустинги – это наиболее универсальные методы машинного обучения, которые можно использовать для практически любых задач. Так, ну, давайте я здесь приостановлюсь и спрошу, все ли понятно до сих пор. Все-таки здесь был некий кусок теории. Мы тут даже теорему доказали. Вот, и все ли было понятно. Вопросы можно в чат задавать. Так, ну, откликнитесь хоть кто-нибудь, а то я не уверен, что вы все еще здесь, и я не отвалился. напишите хоть кто-нибудь, да. Ну, я бы еще посидел на доказательство, посмотрел. Ну, да, доказательство несложное, но, конечно, разобраться в нем самостоятельно – это такая приятная математическая работа. Вот, сейчас я хочу рассказать об одном замечательном совершенно экспериментальном факте про бустинг. Вот, на самом деле, бустинг, когда он появился, 95-й год, он перевернул представление о роли сложности алгоритмов в машинном обучении. То есть, до этого всегда считалось и были теоретические подтверждения того, что сложность алгоритма приводит к переобучению. То есть, чем больше параметров в используемой модели машинного обучения, тем выше риск переобучения. Что происходит с бустингом? Вы добавляете в него базовые алгоритмы, и, казалось бы, сложность композиции каждый раз увеличивается. То есть, еще и весовой коэффициент альфа появляется. И, казалось бы, вот эта конструкция, она очень должна быть склонна к переобучению. Тем более, мы даже доказали следствие из теоремы, что мы очень быстро достигаем абсолютного нуля. То есть, ноль ошибок на обучающей выборке, но это точно переобучение. Тем не менее, эксперименты опровергли эти теоретические гипотезы. И оказалось, что волшебным свойством бустинга является возможность добавления, безнаказанного добавления базовых алгоритмов и сотни, и тысячи. И вот примеры на реальных задачах классификации из репозитория UCI. Вот две задачи. Вот две кривые. Первая, нижняя кривая, это качество на обучение, то есть процент ошибок на обучение. И действительно, мы видим, что где-то там на первый, второй, третий, третий, четвертый алгоритм мы добавили, и все, у нас на обучающей выборке больше ошибок нет. Но, как ни странно, дальнейшее увеличение числа базовых алгоритмов улучшает качество на тесте. И вот это было очень удивительно, потому что все привыкли видеть кривые переобучения, когда у нас качество на тесте уменьшается, уменьшается, потом проходит через минимум и начинает увеличиваться с ростом сложности той алгоритмической конструкции, которую мы используем. Здесь сложность у нас увеличивается, а качество на тесте сходится к горизонтальной асимптоте. Вот это казалось чудом в тот момент, и это разрывало все теоретические представления. Это надо было каким-то образом обосновывать, доказывать. То есть получается так, что все-таки очень сложными семействами алгоритмов можно пользоваться, если научиться их правильно настраивать. И это было очень оптимистично. Ну вот, все-таки дотошные немцы с японцами тремя годами позже доказали, что все-таки переобучение есть у Ада Буст, но вот оно не сильное какое-то. Вот они дошли до 10 тысяч базовых алгоритмов и увидели, что все-таки переобучение есть, но оно маленькое и действительно разделяющая поверхность при переобучении, вот она может слегка там настраиваться под шумы, но вот в этой статье они придумали, как это исправить. Так что это даже и не фатально. Теперь, собственно, давайте поговорим о теоретических обоснованиях. Это очень важно понять, почему все-таки так происходит. Что же все-таки такой волшебный Абустинг делает, что он не переобучается с ростом числа базовых алгоритмов. Вот теорема, которая тоже в 98-м году была доказана. Давайте, ее мы доказывать не будем, это сложно, а вот проинтерпретировать этот результат не очень сложно. Значит, давайте усилим понятие частоты ошибок классификатора и введем некий параметр тета и функцию потерь отступ мы будем сравнивать с параметром тета. Всегда мы говорили отступ меньше нуля, значит ошибка. А теперь мы будем говорить отступ меньше тета, значит ошибка. То есть мы усилим понятие ошибки. То есть мы приближение к разделяющей границе уже будем считать ошибкой. Приближение на тета подошел к государственной границе, тебя уже арестовали, расстреляли, не знаю. И θ – это положительный параметр, то есть мы понимаем, что в общем случае наша обычная частота ошибок, она при θ равном нулю у нас возникает, она меньше будет, чем θ с параметром t. Теперь, собственно, теорема. Теорема, которая ограничивает сверху вероятность ошибок для нашей композиции. То есть что такое вероятность того, что отступ к композиции отрицательный? Это вероятность ошибки композиции. То есть это такая вот правильная величина, которую действительно надо оценивать, чтобы получить представление о том, как ведутся ошибки. Оказывается, что она оценивается формулой, которая состоит из двух слагаемых. Во-первых, это наша усиленная частота ошибок на обучающей выборке, ню θ, с неким параметром θ. Вот формула оценка сверху будет верна для любого θ. То есть мы можем ее потом еще проминимизировать по θ, чтобы получить лучшую оценку. Теперь второе слагаемое. Это самое интересное. Во втором слагаемом есть второй член, на который не надо обращать внимание. Это просто из закона больших чисел идет. И этот второй член, он очень хорошо убывает с ростом объема выборки. L в знаменателе. Вообще вот это вероятностное неравенство, то есть оно выполнено с некоторой вероятностью единицы минус это. Это тоже свободный параметр здесь. И с помощью него мы гарантируем степень уверенности, в которой мы можем ограничить сверху вероятность ошибки. Ну и вот этот вот член, он действительно неубиваемый, ничего мы с ним не можем сделать, мы не можем его уменьшить. Он зависит вот от этой степени нашей уверенности. А вот с этим членом, с первым членом действительно можно поиграться и что-то здесь интересное сделать. Что мы видим? Во-первых, логарифм L поделить на L. То есть с ростом длины обучающей выборки этот член стремится к нулю. То есть это хорошая новость. То есть обучаемость с ростом длины обучающей выборки мы получаем все лучше и лучше обобщающую способность. Это замечательно. Значит, от чего эта обобщающая способность зависит? Во-первых, от мощности семейства базовых алгоритмов. Давайте это проинтерпретируем. А что такое вообще мощность семейства базовых алгоритмов? Оно вообще у нас конечное? То есть давайте вот порассуждаем, например, о решающих пнях. Здесь на самом деле под мощностью имеется в виду то, сколько разных классификаций можно получить с помощью вот этого вот семейства. Ну, смотрите, если мы, например, перебираем все признаки и для каждого признака перебираем все пороги. Вот сколько разных классификаций выборки мы можем получить? Ну, понятно, что зафиксировав признак, допустим, он вещественный и дает разные значения на всех объектах выборки. Меняя порог, можно получить L, L плюс 1 разную классификацию. Ну да, то есть мы отсортировали все объекты выборки и можем в любом месте поставить это пороговое значение. И у нас объекты слева будут класс минус один, объекты справа класс плюс один. Такой порог можно поставить L плюс одним способом. Ну, грубо говоря, L. Так, а теперь признаков у нас N. То есть сколько всего классификаций можно получить решающими пнями? L умножить на N. Так вот это вот число различных классификаций, это и есть на самом деле мощность семейства базовых алгоритмов. То есть то, что оно здесь стоит под логарифмом, это очень хорошая новость. То есть если мы возьмем вот эту оценку, L умножить на N, для решающих пней. Понятно, что для решающих деревьев она там будет сильно больше. Но все-таки это нам уже дает некое представление о порядке этой величины. То есть это логарифм, снова логарифм объема обучающей выборки. Здесь поделим на L и у нас будет сходимость. Все замечательно, у нас будет обучаемость. Ну и последнее, что θ в квадрате стоит в знаменателе. И вот этот факт самый важный для понимания того, почему же работает бустинг. Что такое θ? θ это, то есть если мы, скажем, обеспечиваем на нашей композиции, помните, да, теорему сходимости, что на всех объектах обучающей выборки через некоторое количество итераций t мы обеспечим безошибочную классификацию. Но если к тому же более строгое требование, мы обеспечиваем на всех объектах обучающей выборки большие положительные отступы, то это нам позволит увеличить θ, вот в этой оценке, не увеличивая ν θ. То есть ν θ будет равно ν 0, потому что мы можем, если у всех объектов большие положительные отступы, мы можем взять минимальный отступ в качестве θ. У нас ν θ будет равна 0, а здесь в знаменателе появится большое значение для θ. Вот мы так вот прооптимизировали этот параметр θ. Поэтому давайте посмотрим, как бустинг меняет распределение отступов. И здесь для нас очень хорошая новость. То есть распределение отступов, это что такое? Это доля объектов, имеющих отступ меньше заданного θ после соответствующего числа итераций. И вот мы видим, вот эта вот пунктирная линия, это когда у нас 5 итераций, вот после 100 итераций мы получили отступы практически всех объектов, уже подошли вплотную к одной второй. То есть это означает, что вот в нашей формуле мы можем θ взять достаточно большой, мы можем взять его 1 вторая, вот здесь вот мы подставим 1 вторая, а θ останется такой же, как θ, то есть ν θ останется такой же, как ν 0. Если у всех объектов будет отступ 1. Но здесь не 1 вторая, здесь чуть меньше, здесь там 0,4. Вот, то есть это эмпирический факт. То, что бустинг фактически раздвигает классы в пространстве векторов растущей размерности. То есть мы говорим, что базовый алгоритм – это новые признаки. По мере того, как мы наращиваем число этих новых признаков, у нас растет размерность этого самого пространства признаков. Так вот, в этом новом пространстве признаков бустинг очень агрессивно раздвигает классы. То есть он делает между ними большой зазор. И еще и гарантирует, что в этот зазор не попадает ни одного объекта. Вот как интерпретируется вид вот этой вот кривой распределения отступов. Ну и еще в этой статье было забавное сравнение с бэггингом. Чтобы понимать, чем бустинг отличается от бэггинга. Вот здесь вот графики для процента ошибок на трене и на тесте. То есть мы видим, что бэггинг тоже обладает таким замечательным свойством, потому что у него нет переобучения. Но бустинг в данной конкретной задаче обеспечил лучшее качество классификации на тесте. У него лучшая обобщающая способность. И если посмотреть на распределение отступов, то бэггинг их не так выравнивает. То есть бустинг действительно очень агрессивно раздвигает классы в пространстве растущей размерности. Бэггинг этого не делает. То есть он действительно у него такое более плавное распределение отступов. И есть объекты с малыми значениями отступов. То есть вот эта теоретическая оценка для бэггинга будет чуточку хуже, чем для бустинга. Еще глядя на теоретическую оценку, мы можем понять, что нам выгодно уменьшать сложность базового семейства алгоритмов. То есть это видно из того, что здесь в числителе стоит логарифм бета. И в том числе решающими пнями тоже можно пользоваться. Это в принципе хорошая новость. Но вот классикой все-таки стало использование простых решающих деревьев в качестве базовых алгоритмов. Но давайте немножечко порассуждаем все-таки. Плюсы и минусы. Адабуст очень классный метод, который произвел в свое время революцию в машинном обучении. Это произошло задолго до революции глубоких нейронных сетей. Это 95-й год. Но с этого времени считается, что рэндом форест и бустинг, и в частности градиентный бустинг, в следующей лекции будем рассказывать, это универсальные решатели задач машинного обучения. То есть они действительно способны подстраиваться под любую, сколько угодно сложную задачу. Но если говорить о недостатках, то мы видим, что экспоненциальная функция потерь – это не лучший выбор. Она слишком сильно штрафует выбросы. Правда, есть эвристика. Давайте на выбросах не обучаться. Давайте мы будем их выкидывать по ходу их обнаружения. Это, в принципе, позволяет Адабуст исправить. Но мы получаем огромное количество не очень хорошо работающих классификаторов. То есть если решающее дерево, логический классификатор, мы говорим, что оно клевое, потому что оно интерпретируемое. То если мы их построим тысячу штук, то мы это свойство интерпретируемости безвозвратно утратим. То есть все, это черный ящик, непонятно, как он работает, точно так же, как нейронная сеть. Можно ставить задачу, а нельзя ли построить как можно меньше базовых алгоритмов, при этом, если брать не слабые классификаторы, а какие-нибудь сильные классификаторы типа SVM. Можно ли построить композицию с небольшого количества SVM. Это некий челлендж. И сейчас мы с вами быстренько под конец лекции разберем, как можно и такую задачу решать, если задаться такой целью. И, собственно, переходя к такому методу, который будет уметь строить короткие композиции сильных базовых алгоритмов, мы должны здесь сделать два замечания, которые следуют из опыта применения бустинга и бэггинга. Во-первых, в бустинге хорошая юристика, что базовые алгоритмы настраиваются друг за другом, и каждый следующий пытается исправлять ошибки предыдущих. Вот это приводит как раз к тому, что мы оптимизируем распределение отступов, то есть мы раздвигаем классы в пространстве растущей размерности. Это здорово, но оказывается, что не столь важно тонко настраивать веса алгоритмов и веса объектов, как это делает AdaBoost. То есть вот это оказалось не столь важным, хотя вначале казалось, что мы тут весами W играем, мы тут весами альфа играем. Наверное, это какая-то точная подстройка, это очень здорово, но опыт применения бэггинга показывает, что этого делать, в общем-то, не обязательно. Бэггинг – это что такое? Это простое голосование, то есть нету альф, и это обучение по подвыборкам, то есть нету веса объектов либо ноль, либо единица, то есть либо мы берем объект в обучении, либо не берем. Вопрос. А можно ли упростить конструкцию, то есть делать простое голосование, обучаться по подвыборкам объектов без весов, при этом строить базовые алгоритмы последовательно, как в бустинге, и добиваться того же самого раздвигания объектов и улучшения распределения воздухов. Вот оказывается, эти принципы можно совместить вместе и построить нечто среднее между бэггингом и бустингом, которое действительно позволяет строить короткие композиции над высококачественными базовыми алгоритмами. Значит, идея. Давайте будем пытаться в явном виде управлять распределением отступов. Давайте возьмем двухклассовую задачу классификации. Базовые алгоритмы – это вещественно-значные классификаторы, то есть не будем как в Ада-Бусте ограничиваться базовыми алгоритмами, которые дают плюс-минус единицу. Они дают какую-то вещественную оценку степени преднадлежности объекта классу плюс один. Тогда мы можем снова записать критерии качества всего ансамбля, как сумму по всем объектам выборки, условия того, что отступ отрицательный. И вот здесь мы скажем «стоп». Значит, мы не будем использовать никаких аппроксимаций пороговой функции потери. Мы хотим минимизировать именно количество ошибок. Давайте распишем, что такое отступ композиции. Это сумма по всем базовым алгоритмам. То есть единицу на той выкинули, потому что здесь неравенство стоит. И давайте посмотрим. Ага, это отступ на итом объекте композиции, состоящей из t базовых алгоритмов. Значит, в это выражение мы на каждой итерации, добавляя еще один базовый алгоритм, добавляем еще одно слагаемое. Хорошо. Как нам лучше всего исправить распределение отступов? То есть добавляя следующий базовый алгоритм, мы хотим сделать так, чтобы отрицательные отступы стали положительными. А положительные отступы не вернулись бы в отрицательные. Как это можно сделать? Ну, собственно, иллюстрация вот на этом графике. Давайте возьмем распределение отступов. То есть, ну, немножко не так, как рисовали Фройн и Шапир в своих статьях. Немножко по-другому. Перевернем этот график. Здесь будем откладывать объекты обучающей выборки по вертикальной оси значения отступов. Мы имеем упорядоченное по возрастанию значение отступов и видим, что есть объекты, на которых отступы отрицательные, причем большие отрицательные. И давайте считать, что на этих объектах мы уже ничего исправить не сможем. То есть, это те самые шумовые выбросы, которые мы и в водобусте пытаемся выбрасывать, и в других методах. Браунбуст выбрасывает их за счет выбора функции потерь. А мы их будем просто идентифицировать как шумы по какому-то порогу. Скажем, ниже M0 мы считаем это выбросами. Дальше. Есть объекты, у которых отступы настолько большие, что если мы добавим еще один базовый алгоритм, то мы не сможем уйти в отрицательную область. То есть, мы не сможем сделать эти отступы отрицательные. Поэтому на этих объектах тоже обучаться не надо. И отсюда простой принцип обучения следующего базового алгоритма. Давайте выделим вот эту вот желтую пограничную область объектов. То есть, просто сначала мы строим распределение отступов для всей предыдущей композиции. Получаем вот эту вот функцию. Отсекаем от нее некоторое количество бесперспективных объектов, которые мы отказываемся улучшать. И отсекаем некое количество надежных объектов, на которых мы все равно уже одним базовым алгоритмом ничего испортить не можем. Вот на остальных объектах мы и будем обучать очередной базовый алгоритм. Вот, собственно, такой принцип. Очень легко, я даже не буду рассказывать псевдокод. В принципе, я уже идею сказал. Покажу результат, что, да, это делал мой студент. Давным-давно, в 2007 году, мы экспериментировали вот с такими композициями. Мы это назвали комитетный бустинг, ну, потому что комитеты – это вот такие вот старые, еще из 70-х годов конструкции с простым голосованием. А бустинг – потому что мы взяли современное понимание того, как работает бустинг, что в нем важно, а что в нем лишнее. То есть мы понимаем теперь после всех этих экспериментов с бустингом, бэггингом, что очень важно улучшать распределение отступов, но при этом не важно ни распределение весов объектов, ни распределение весов алгоритмов. И вот эти вот принципы мы сюда реализовали. И вот такое вот явное улучшение распределения отступов на каждой итерации без всякой аппроксимации пороговой функции потерь приводит к такому результату. Мы получаем композицию, которая как можно скорее пытается улучшить качество классификации, поэтому базовых алгоритмов нужно меньше. И качество каждого базового алгоритма мы можем увеличить, то есть мы можем строить короткие композиции над сильными базовыми классификаторами. И вот результат. Если мы строим Комбуст над СВМ, то нам удается ограничиться несколькими базовыми алгоритмами, то есть в наших экспериментах больше пяти никогда не надо было для того, чтобы еще и практически всегда выигрывать в качестве УАДА БУСТа. При этом в УАДА БУСТе мы тоже ограничивали количество базовых алгоритмов по критерию переобучения. То есть когда мы на тестовой отложенной выборке перестаем замечать существенные улучшения, мы останавливаем построение композиции. Это несколько отличается от обычной стратегии грубой силы, а давайте возьмем тысячу базовых алгоритмов. Вот здесь мы все-таки действовали поаккуратнее и показали, что при одном и том же критерии остановки Комбуст останавливается гораздо быстрее. То есть вот за счет того, что в нем нет аппроксимации пороговой функции потерь, нет вот этого вот через аппроксимацию же мы определяем коэффициенты альфа. То есть мы там все очень как-то сильно размазываем, а здесь мы точно и фокусно оптимизируем распределение отступов и получаем вот такой вот интересный результат. Ну и, кстати, маленькое замечание напоследок, что этот результат можно очень легко обобщать для многоклассовой классификации. Почему? Потому что понятие отступа, оно, в общем-то, довольно легко обобщается. Оно вообще довольно универсально для задач, в которых мы из вещественно значной оценки хотим сделать какую-то конечнозначную классификацию. Отступ, он во многих контекстах естественным образом обобщается. Вот, например, в следующем семестре будем рассматривать задачи ранжирования, там отступ определяется по парам объектов, а не по отдельным объектам. То есть другая конструкция, но это я к чему? К тому, что отступ, геометрический смысл его, если мы понимаем, то мы его для данной задачи легко выписываем. Что такое отступ для многоклассовой классификации? Многоклассовая классификация – это аргмаксимум от некой оценки гаммы Y. Y – это оценка степени принадлежности объекта X к классу Y. Ровно такая конструкция у нас была в лекции по метрическим алгоритмам классификации. Как отступ определить? Это гамма за свой правильный класс минус максимальный гамма за неправильный класс. Вот если вот эта разность положительная, то у нас все будет хорошо. На объекте не будет ошибки. Если разность отрицательная, значит на объекте ошибка. То есть нам не важно, как в комбусте вычисляется определение отступа для двуклассовой задачи через функцию знака, а у нас многоклассовые задачи здесь через вот такую разность. А дальше, если мы умеем считать отступы, мы их упорядочиваем, мы определяем обучающую выборку для каждого следующего базового алгоритма, и так итерация за итерацией. Алгоритм очень простой, столь же простой, как и Adam Boost. Ну, все, мы дошли до конца. Краткое резюме. Ансамбль алгоритмов – это очень здорово. Практически все из них являются алгоритмами-обертками. То есть можно использовать обучатель базового алгоритма, как черный ящик. Ну и основной инсайт из середины 90-х годов, что оказывается сложные композиции базовых алгоритмов, такие как Boosting и Bagging, они реально не усложняют конструкцию. То есть они только усредняют ответы базовых алгоритмов. Это не приводит к усложнению всей конструкции, как семейству функций. То есть у нас развязываются руки, у нас больше нет теории, которые запрещают нам пользоваться богатыми семействами алгоритмов, и в частности композициями. Просто их надо уметь настраивать. То есть да, там безумное количество параметров, но их надо уметь настраивать. И вот этот инсайт, он был неким психологическим барьером, что нельзя пользоваться слишком сложными семействами. Он ограничивал и применение сложных нейронных сетей. И то, что вот этот барьер был сломан в середине 90-х годов, это тоже одна из таких отдаленных предпосылок к тому, что люди стали не бояться строить сложные многослойные нейронные сети. Ну вот, наверное, все на сегодня. Если есть вопросы, пожалуйста, позадавайте мне их, можно в чат. Спасибо. Спасибо. Спасибо.